Вот для 11-ти классников и прозвенел последний звонок. Теперь их ожидает очень напряженный и ответственный период сдачи единого государственного экзамена. Подготовку к нему они начали задолго до окончания школы, еще в начале учебного года. По примеру, прошлого года преподавателями было замечено, что больше всего детей пугают камеры. Поэтому в этот раз для своих выпускников учителя девятой школы заранее сделали несколько пробных экзаменов при видеонаблюдении и тем самым дали им возможность привыкнуть к такой форме сдачи предметов. В результате вот этой работы всей, сейчас ребята говорят, что они уже боятся не так сильно, сами камеры, сами экзамены. И я надеюсь на то, что в этом году тоже достаточно успешно сдадут. Хотя проблемы есть. Какие? У нас появились два предмета. Вместо одного экзамена по русскому языку и литературе – русский язык. Вместо одного экзамена по математике – математика базовая и математика профильная. Какой именно вариант основных предметов ребятам сдавать, зависит от того, куда они собираются поступать. Поэтому насколько быстро школьники определились с выбором высшего учебного заведения, настолько больше у них было времени для подготовки к экзамену. Среди предметов по выбору наибольшей популярностью у выпускников пользуются общество знания, физика, биология, английский и история. Пообщавшись со школьниками, стало ясно – на сдачу единого государственного экзамена ребята настроены оптимистично. Я ничего не боюсь, потому что я боялась до декабря. После декабря я начала очень учиться. Мы писали всякие пробники разные. Я поняла, что ничего не страшно. Главное – запомнить, что где, когда. Я, в принципе, все выучила. Я надеюсь только на себя. Надеюсь, что единственное, кто меня может подвести – это гелевые ручки. И все. Но я закуплюсь ими, и все будет нормально. Ольга Юдинцева еще в начальной школе показывала хорошие результаты. Учеба ей давалась легко. Мысли о золотой медали у девушки появились в 10-м классе. И тогда она начала прикладывать больше усилий, чтобы во всех четвертях и полугодиях у нее были пятерки. Ее старания не пропали даром. Конечно, еще предстоит дождаться результатов ЕГЭ. Но Ольга уверена в своих силах и очень ждет медаль. Сейчас по ЕГЭ я готовлюсь к четырем предметам – к русскому, английскому, обществознанию, математике. Наиболее уверена я в обществознании и в английском, наверное. По мнению преподавателей, успех сдачи экзаменов во многом зависит от настроя и отношения к нему родителей-выпускников. Главное – снизить напряжение и тревожность ребенка. Но и стремление самого школьника к хорошим результатам играет немаловажную роль. Учителя девятой школы уверены в своих подопечных. В этом классе, который мы выпускаем, там очень много хороших детей. Действительно детей, которые хорошо учились в течение нескольких лет. Участвовали во многих конкурсах, участвовали в предметных олимпиадах. Поэтому на ЕГЭ, на такой вот заключительный момент наших обучений, мы, конечно, надеемся очень на них. При сдаче единого государственного экзамена важно соблюдать дисциплину. Не пользоваться мобильными телефонами, не вставать с места, не разговаривать и не использовать какие-либо средства хранения информации. А самое главное – хорошо подготовиться и собраться силами.